МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрий вечір, шановні друзі! Вже багато років мій сьогоднішній співрозмовник в центрі уваги. Він не лише сам абсолютно щаслива і успішна людина, він ще знає, як зробити щасливими та успішними багатьох. Сьогодні у нас в гостях відомий український політик та бізнесмен Леонід Чорновецький. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Леонид Михайлович, добрий день! Я очень рад с вами сегодня встретиться, побеседовать. Мне... Вы всегда были симпатичны, вызывали у меня уважение и продолжаете вызывать. Я этого никогда не скрывал и не скрываю. Я только смотрю, у вас совершенно изменился имидж. Если можно сказать, вы напоминаете голливудскую кинозвезду. Что это? Спасибо, Дмитрий, что вы приехали ко мне в гости. Доверяю вам. И знаю, что вы не станете ничего выдергивать в программе не объективно, поэтому с удовольствием побеседуем. Ну, во-первых, мне трудно вообще равняться на голливудскую звезду в 62 скоро года. Есть такой анекдот, знаете, чем отличаются русские, украинские мужчины от, например, французов, тем, что наши мужчины бреются, если бреются, то в основном вечером, утром вернее, для начальства. А французы утром для любовницы. Для дамы, да. Да. Но поскольку я уже не в политике, у меня нет начальства, я очень счастлив этим. И нет любовницы, а есть любимая жена, поэтому я могу себе позволить новый имидж. Нормально. Я хотел бы поговорить о вашей маме, Прасковье Гавриловне. Я знаю, что она была всегда для вас ориентиром. Вы ее очень любили, не просто, как могут любить мать, дети, а еще больше. Я знаю, что когда ей было 13 лет, ее изнасиловал руководящий работник НКВД. Что это была за история? Да, трогательная история. Трогательная правда. Сейчас начинаю вспоминать, как это было. Мама рассказывала мне о своей жизни, много интересного. Это, наверное, бы заняло время на целую передачу. Но был такой факт, что когда в 1926 году в Сибирь пришли коммунисты, мой дед был зажиточным крестьянином. У него не было бодраков, было 16 детей. Моя мама была 16-м ребенком в семье. А мои первые два дяди, они погибли еще в войну 1914 года. И они закопали моего деда живым в землю, требуя, чтобы он отдал им излишек пшеницы. Пшеницы выводить начали скот из дома. Ну и он в результате получил просто банально разрыв сердца и умер. А бабку мою сослали. Кстати, об этом вот нигде ничего в истории не пишут. А у меня пару историй таких есть от мамы. Мою бабку, вообще всех взрослых людей, это село было Волчья Бурла в Алтайском крае, они забрали десятки тысяч людей из разных сел, где жили сибиряки. Они, кстати, жили хорошо, богато. И они их, всех женщин взрослых, собрали. И мужчины, и без одежды практически. Это было уже холодное время года. Они отправили их, перевезли через Лену. Это громадная река, она в раз в пять шире, чем Днепр. И бросили их там фактически в тайге, без еды, без ничего. Просто на смерть. И, конечно, многие погибли. Я не уточнял этих деталей. Мама только рассказывала, что мою бабку, в том числе, таким образом перевезли в это жуткое место. И мои дядя, они на лодке все-таки через месяц или два сумели ее обратно перевезти. И пока они ночью ее перевозили, на обратной стороне реки ходили красноармейцы и стреляли по всему, что движется на реке. Ну и таким образом они ее спасли. Моя бабка, к сожалению, она умерла фактически без документов и прожила до 46-го года в тайге, в землянке. Ей носили мои тети и дяди еду туда. А в 46-м году, как рассказала мне мама, вышел указ Сталина о легализации этих людей. И ее перевезли в Новосибирск. Там она и умерла. А моя мама детей до 12 лет не стреляли, не забирали. Они просто ходили по селу разгромленному, потому что красноармейцы фактически тех, кого они прислали жить в этих домах, они были бездельниками, они даже в лес не ходили. Они просто разбирали на дрова изгороди, ну и таким образом как-то жили. А дети просто болтались по селам без детей, без родителей, без никого. И, как рассказала мне мама, она была совсем ребенком, когда ее на санках предложил покататься. Он был работник НКВД, по-моему, то ли начальник, то ли какой-то, который заведовал какими-то тюрьмами, что-то в этом духе. И он прямо в санках привез ее в 13 лет на свадьбу. Он уже ее все заказал, и таким образом она оказалась за ним замужем. — В 13 лет? — В 13 лет. Она его ненавидела. Как рассказывала мне моя мама, я ничего не знаю об этом человеке, не хочу, пусть меня Господь простит его судить. Знаю только, что в 14 лет моя мама родила первого ребенка, и в 15 лет второго у меня было две сестры, и они умерли. Одна от дифтерии, одна совсем... — В раннем возрасте. — В раннем возрасте. Да, был еще брат, который был на 20 лет старше меня. Царство Небесное тоже. — Да, вот такая была жуткая история. И сразу во время войны уже... — Вот это сюжет для кино. — Да, ну, во-первых, рассказать, конечно, не о том, как с моей мамой поступили, и как она себя ощущала. Это другая... — Как со страной поступили. — Со страной поступили. Это проблема. Я могу, кстати, рассказать еще и жуткую историю, которую мне рассказывал мой отец, как во время войны поступали с людьми, если захотите. — Очень интересно, расскажите. Так вот, уже в 41-м году призвали отца моего брата в армию, и он, кстати, где-то, как мама рассказывала, напился, и у него украли во время свадьбы пистолет. Из этого пистолета застрелили четырех активистов. Его разжаловали и отправили на войну. Он в первый же день уехал на фронт, и поезд разбомбили, и он погиб. Царство Небесное — это отдельная история. Ничего плохого сказать не хочу. Я просто пересказываю то, что мне говорила. — Не знал. — Говорила... — Лично не знаком был. — Говорила мне моя мама. А мой отец, он приехал в Харьков сразу после войны, провоевал больше четырех лет, был призван из Львова. Он еврей был, я об этом говорил в прессе. — А мама? — Мама русская. А сам я украинец. Вот. И потому что я родился в Харькове, дети мои там родились. И вообще Украина — это моя страна. Так вот, он рассказывал мне жуткие вещи. Он пришел в 34 года с войны, он всегда был на передовой. Вообще был такой советский настоящий человек. Супермен, как я его себе представляю. Я помню его. Хотя мы не жили вместе. — Сколько вам было лет, когда он ушел? — Четыре года. Он не ушел, жизнь была тяжелая. Он уехал на Целину и там женился. Вот. И он пришел в 34 года полностью седым. И он мне рассказывал такую историю. Когда я его спросил, ну, почему по фотографии он седой в таком молодом возрасте. Он говорит, что он посидел за каких-то там 40 или 50 минут. Он командовал батареей противотанковой. У него было 70 человек в подчинении. И их заставили разминировать минное поле. И пока они, ну, поскольку они не умели это делать, да, то они шли по этому полю вот эти 50 минут. И за это время он потерял 60 человек. И на его глазах разрывало людей на части. Он рассказывал, что один палень из его взвода ему оторвало голову. И он еще несколько шагов делал без головы. Это было на его глазах. Он получил, мой отец, за время этого перехода почти полкилограмма осколков. Так он с ними и умер. Кстати, умер он молодым, 56 лет. А еще он рассказывал, что когда его призвали из Львовского института коммунального хозяйства, какой-то такой институт был. И еще молодых ребят. Их сначала бросили на японскую войну. Их было там несколько тысяч человек. Но поскольку они никогда не стреляли, они умели убивать, то когда они ходили в атаку, то никто не стрелял. Их предупредили пару раз. А потом их командир этого полка, или партор, как это называлось, он выстроил этих ребят всех на плацу. Это где-то около тысячи человек. Ну, все как бы были в хорошем настроении, как мой отец рассказал, веселые думали, что это шутка. Он сказал выйти каждому четвертому, положил их лицом на землю и в затылок расстрелял больше двухсот человек для того, чтобы они стреляли. Я думаю, что таких историй о войне было очень много, потому что с человеческими жизнями вообще не считались. Ну, пусть эта история тоже у нас останется в реферии, потому что кто ее еще расскажет. Мама воспитывала вас одна. Тяжело ей было? Моя мама была боец. Она приехала из Сибири, привезла с собой корову, поступила в Харьковский юридический институт, и так же, как и я, с отличием его закончила. Тяжело, конечно. Еще брат был мой маленький относительно, да? И надо... А в Харькове люди в это время пухли от голода, умирали. Просто на вокзале было полно трупов. Вот. И она сумела закончить институт, и меня воспитать, и поднять на ноги. Ну, и мой отец, она его любила. Это правда, что она вам призналась перед смертью, что она его любила больше всех на свете? Знаете, была трогательная история. Очень трогательная. Я все время искал могилу своего отца. Он был похоронен. Вы с ним не общались с тех пор, как он ушел никогда? Нет, он приезжал. Ну, у меня были свои интересы. Я страшно любил своих друзей, двор. И ненавидел, когда меня отрывают от таких важных дел. А он, когда приезжал, ну, это раз в году, и я сейчас сожалею об этом, конечно, но мы мало общались. Один раз или два мы... И эта история оттуда. Это когда мне уже было 16 лет, и за два года до его смерти мы поболтали. И я многое узнал. Сейчас бы, если все вернуть, конечно бы, я намного больше уделил этому внимания. Ну, знаете, жизнь такая, что я ни о чем не жалею. Как было, так есть. Мой отец был похоронен в Сибири. Я когда уже стал бизнесменом, потом в Сибири. В Сибири. Да, он работал в последнее время в каком-то институте нефти и газа и был начальником отдела. Это я запомнил из разговора с ним, когда мы последний раз с ним виделись. И как-то я познакомился с Черномординым, когда он был послом. Попросил найти могилу. Думаю, обязательно надо пойти, цветы положить, сфотографировать детям, потом внукам показать. Потому что мой отец был герой вообще-то. Он после, вот, кстати, этого похода, где людей потерял на минном поле, он набил морду своему руководителю. Его разжаловали с капитана до старшего лейтенанта. А вообще, как он мне говорил, он был представлен к званию очень серьезному. И у него было много наград, но последние награды его за мордобой за этот лишили. Вот. И Черномординым обратился к губернатору этой области и нашли могилу. Нашли и место, где он был захоронен. Но когда стали выяснять, есть ли на самом деле захоронение, оказалось, что его нет. И это для меня была большая загадка. И вдруг мне через пару лет после этого поиска звонит, говорит приемная моя девушка, помощница, что меня разыскивает какой-то человек из Крыма, из Джанкуя. И он говорит, что он чуть ли не сын моего отца. А у моего отца не было больше детей. И я полетел в Джанкуе. Приехал, нашел эту семью. И все выяснил, как мой отец жил последние годы своей жизни. И оказывается, там он был захоронен. Джанкуе. А история была такая. На целине он полюбил женщину. Она его... Он немного рассказывал о их любви. Он был племянником этой женщины. И... Жены моего отца. Он рассказывал, как они общались, как они любили друг друга. Это была любовь. Я счастлив, что мой отец прожил последние годы своей жизни с ее семьей. У нее тоже не было детей. И в такой любви. Я пошел на могилу, кстати. У меня есть весь архив. И сейчас на могилу носят цветы. Но у меня была какая идея. Я хотел... И помогаю, кстати, родственникам до сих пор. Этой женщины. И вот почему. Ну, во-первых, я узнал, как она его любила и как они красиво жили. Как все его уважали в этой семье. И... Я хотел вообще-то... Моя мама всегда говорила о том, что единственного мужчину, которого она любила в жизни, она любила моего отца. Ну, и я думал о том, чтобы перезахоронить его. Если мама умрет, а она была уже при смерти в это время. Вместе с мной и мамой. Такая идея. Не знаю, она Богу угодна или нет. Эгоистическая, конечно, но что-то в этом было. И вот я приезжаю к маме домой. Она последние 10 лет из-за инсульта с каждым днём всё хуже себя чувствовала. Она практически уже почти ничего не понимала. Моя мама лежит на постели. И у неё иногда пропадало сознание. И я ей в восторге. Я рассказываю, вот я нашёл могилу, мама, я нашёл могилу Миши, моего отца. А она смотрит на меня вдруг таким туманным взглядом немного, потому что она только, видно, пришла в себя. Ай, как же! Он только что был рядом со мной. Мы говорили. И он держал меня за руку. И я, конечно, прозрел, что оказывается, моя мама последний год своей жизни провела рядом с моим отцом. Я больше эту тему не трогал, а через 2 или 3 недели моя мама умерла. Я не стал заниматься перезахоронением, поскольку эта женщина через 16 лет после смерти моего отца легла с ним в эту же могилу и была ему все эти годы верна. А когда он умер, сначала похороны её не было в Сибири в это время, в Заполярье. Похороны состоялись сначала там, а потом она перевезла его тело там, где она собиралась жить, в Гранкой. Там они и похоронены. И пусть земля им будет Богом. То, что ваш отец был евреем, когда-нибудь сказывалось на вашей карьере? Вам когда-нибудь припоминали то, что у вас не совсем чистая национальность? Я рассказывал это, не помню какой газете, всю жизнь скрывал своё еврейское происхождение в советское время. Потому что никуда бы не взяли. Со мной работал рядом следователь, хороший парень, мой друг, Косенко Олег Абрамович, великолепный следователь. Лучше нет, да? Но вот это Абрамович, она им портила ему всю карьеру. Он был православный, мать у него была украинка. И вообще он по философии... Отец юрист. А по философии своей он был даже ближе к национализму. Он мне говорил всегда, говорит, старик, даже вот чем мне царское время больше нравилось? Можно было выкреститься, да? А сейчас, говорит, выкреститься невозможно. Его в конце концов из прокуратуры выгнали. Я скрывал это всегда. Особенно боялся, чтобы меня в университете еще не разоблачили. Потому что там... Там это любили, да? Ой, там национальная компания была серьезная. Но я не чувствовал себя никаким, кроме украинца. Вообще. Я носитель менталитета своей страны, в которой я родился, вырос, состоялся, всего добился. Но был такой случай, когда я шел на должность заместителя проектора, у меня был дружбан. Он был каким-то консультантом, когда должность такая немалая была в ЦК, Компартии Украины. Ну и вот он меня ведет на собеседование завсектором по высшему образованию, который курировал все высшее образование страны. Ну я уже коммунист, меня... Республики. Республики, да. Ну тогда Республики. И вот он к нему зашел, чтобы меня представить. Да, он мой листок по учету кадров, Черновецкий. И я час слушаю разговор о ждах. Он говорит ему, он жид. Он говорит, слушай, я с ним столько перепил, и мы, друзья... Не похожи. Не похожи. Да какой он жид? Говорит, фамилия у него такая. Потому что евреев называли по именам городов. Винницкий, Богославский, Уманский, Уманский, да. Черкасский. Да, и мало того, были еще имена ну, зверей, да. Там вот волков, енотов, там, ну, такие вот, да. И он... Но он много рассказывал об истории жидовских фамилий. И вот я стою под дверью и слушаю весь этот ужас, антисемьюга конченая, беда всем высшим образованием Украины. Вот. Но в чем проблема у него оказалась? У меня фамилия не Черновицкий, а Черновецкий. И это меня спасло. И так я оказался в ректорате Киевского государственного университета. Но, кстати, никогда не скрывал это на выборах. И вообще, киевляне, кто хочет стать мэром или хочет стать депутатом, они должны понимать. И обидно, когда говорят о людях, что они за копейки продают свою совесть и голосуют. Ну, какие-то элементы этого есть. Но когда я избирался, я знаю, что одна из компаний потратила, по-моему, 40 миллионов долларов раздавали деньги. Ничего у них не вышло. Они там набрали один или два процента. Не купишь киевлян ничем. Должен быть открытый, порядочный и проявить себя к чём-то. И человечество. А если ты от фонаря идёшь и раздаёшь, никто за тебя вообще не проголосует. И это обидно за киевлян, потому что говорят всякую чепуху и чушь. И насаждают это, и чуть ли не выдумали гречка черновеского. Какая гречка. Да, я помогал и деньгами, но я ещё не собирался быть мэром. И раздавал продукты. Много лет. И это я делал всегда. И сейчас делаю. И ещё в большем количестве, чем раньше. Но я не покупаю голоса. Это первое. Во-вторых, киевлянам важно, какой ты человек. Даже не важно, на каком языке ты говоришь. Ты должен быть патриотом и Киева, и Украины. И должен быть добрым и порядочным. А главное, от фонаря не лезь ни в какие депутаты. Не изберу. Тебя должны знать по твоей истории. Они должны... Они голосуют искренне. Это может пройти в какой-нибудь Зачепиловке, но не в Киеве. В Киеве другие люди. Красавцы. Детство и юность прошли у вас в Харькове. А я знаю, когда вы пошли в армию, вы служили во внутренних войсках и охраняли зону в Днепропетровской области. Брехня, Дмитрий. Хорошо, что вы меня спрашиваете об этом, потому что это очередное очередное враньё, которое сейчас... Ну, много гадостей всяких говорят. Ну, это не совсем гадость, но тем не менее. Я служил на самом деле во внутренних войсках «Правда» в Днепропетровске в АЧ-54-44. Это была часть милицейская. Ну, служба была очень тяжёлая. У нас было, наверное, 100 человек личного состава, у нас 120 командиров. так, так как нас гоняли, это отдельная история. Мои впечатления... С дельщиной совсем. Мои впечатления об армии жуткие. Это просто ужас, издевательство над людьми. Я думаю, что чем быстрее мы перейдём на профессиональную армию, тем лучше, потому что просто ломается стержень в человеке, да, он превращался специально, как-то, наверное, целая политика. Животное. Какого-то животное, да. У нас практически и дружбы не было. Каждый был сам за себя, потому что мы буквально выживали. Вот. Кстати, стал там отличником милиции и благодаря армии я поступил в Харьковский юридический институт, поскольку я получил направление туда. Это было очень непросто. Я был очень хорошим солдатом, правда, последний год. А до этого были проблемы. Это правда, что когда вы учились в Харькове, были студентом, работали грузчиком и жили в проголодь? Знаете, как-то я про проголодь в своей жизни не очень хорошо помню. Вы хорошее запоминали. Да, потому что, в принципе, я не такой прихотливый человек. А в молодости все особенно вкусно, знаете. Пойдет и картошка. Рад малому. Да, рад малому. Так что проголодь оставим. Что касается вообще моего денежного состояния, то я вообще в 40 лет впервые увидел доллар. А до этого жил как обычный советский человек. И я, конечно, подрабатывал, работал грузчиком. 20 тонн в день носил в овощном магазине. 20 тонн в день? Да. Немало. Да. Вот. Потом мы там еще всякие подработки имели, но я очень хорошо учился. у меня очень необычная в этом плане судьба, потому что в школе я был второгодником, меня выгоняли из всех школ, которые только существовали в моем районе. Вы не найдете ни одной такой второй судьбы, потому что я закончил школу, и меня сразу забрали в аром. Я два раза оставался в школе на второй год. Первый раз в первом классе. Кто поверит? Да. Потому что я старался, похудел, моя мама оттуда забрала. А второй раз меня нахально посидели в восьмом классе. Я ненавидел в школу. Чистый сабдеп. Я не знаю, как сейчас относятся к детям. Что-то мне кажется ненамного лучше. Вы свободу любили. Да, я свободолюбивый человек. И никогда не мирился с тем, что мне надо кому-то было подлизываться и показывать свое расположение к учителям, которых я ненавидел. За то, что они любили подлиз. И при том, что я был второгодником, я, кстати, участвовал в математической олимпиаде. Меня в восьмом классе просто, чтобы избавиться. Это была лучшая школа в Харькове 36-я. Я много прогуливал. В результате учительница по физике, такая полная, интересная дама, молодая. Потом она сделала блестящую карьеру, кстати. Ну, это только в советском. Кем она стала? Директором школы. Это блестящая карьера? Ну, я думаю, да. Она договорилась еще с учителем географии. Географию я узнал, я, кстати, лучше. У меня вообще хорошее школьное образование, хорошее память. Я не сомневаюсь. Да. И я получил две двойки. У этого географа, ну, он давно, наверное, умер, царство небесное. А она, может, еще и жива. Нехороший человек. Это был такой удар для моей мамы и для меня. Это просто был ужас. Я бросил школу и пошел в 14 лет на завод Харьковской авиационной слесарево-сборщиком. Но у меня у меня был отчим, профессор театрального института. Очень интересный человек, кстати. Режиссер. Страшно, не хотел, чтобы я стал артистом. Хотя, наверное, что-то могло получиться. Ну, не позволил мне поступить. Хотя... Но приобщал к театру. Хотя, да, я ходил на его спектакли. И вообще, я до, несмотря на все свои вторые года, я до 14 лет по два раза перечел всю классику. Я очень любил читать. Ну, дело в том, что просто я о судьбе говорю. Я закончил школу, меня выгоняли. Да, потом я из вечерней школы перевелся все-таки на дневную школу. И выгоняли, выгоняли. В конце концов, оказался в 4-й средней школе в Харькове, где у меня была единственная учительница, которую я любил в своей жизни. И сейчас я с ней общаюсь постоянно и помогаю ей, чем могу. Лариса Михайловна. Вот. Удивительный человек. Только благодаря ей получил аттестат зрелости. У меня в аттестате, если бы я вам его показал, при случае, кстати, продемонстрирую, все тройки и только одна четверка и дважды второгодник. Но институт я закончил лучше меня. Никто не учился вообще в это время. Я закончил его с красным дипломом, у меня были одни отличные оценки. Но в институте, понимаете, в чем дело? Если в школе, если ты не поседа, вообще там, если что-то такое не так реагируешь на что-то, если не подлизываешься, то у тебя штамп. Ты плохой. Клеймо. Клеймо. И ты идешь из класса в класс, и везде тебя не любят, и везде ты ощущаешь эту нелюбовь. Вот такая была какая-то школьная жизнь. А в институте ты встречаешься с преподавателем на экзамене, он вообще не знает и не смотрит, если он выдающийся преподаватель, а в Харьковском юридическом институте именно такие в большинстве его рент. Он вообще не смотрит, что у тебя там в зачетке. Он смотрит, как ты знаешь предмет. Был у меня однажды случай, когда я не очень нравился очень классный преподаватель. По-моему, его фамилия была с Кокун, она вела у нас политическую философию, что-то в этом духе. Это рассказы о разных религиях, течениях. Очень интересный человек. Мы с ней сражались на экзамене час сорок. Она хотела мне поставить тройку просто с лету, чисто визуально. Когда я стал требовать, чтобы она со мной разговаривала, но она прошлась по всему курсу. Поставила пятерку. Правда, на меня обидели студенты, потому что долго пришлось ждать, пока я закончил экзамен. Вот такая история. Кстати, из всех учеников, с кем я учился в разных школах, которые были отличниками, ни из кого толку не получилось. Не в этом дело. Не хочу эту часть. Может, и получилось, но не совсем, наверное, так, как со мной. потом одна из учителей в одной из школ вспоминала, что если бы я знала, что он станет народным депутатом, я еще не был дамером. Я бы к нему по-другому относилась. Бог к ним. Так вот, Лариса Михайловна меня сделала обладателем аттестата зрелости, потому что я даже на экзамене, на выпускном, в школе, дело было так. Я шел на экзамен, я хотел получить пять по физике, потому что я ее знал. Я подготовился, а поскольку я был хулиганом, по дороге возле магазина я встретил своих друзей, с которыми мы бухали вечерами, на гитаре играли. Они говорят, ты куда? Ну, на экзамен. Так, выпьет стакан, потому что... Ну, какой же экзамен не будет красноречия. Я выпил. Вина? Вина. Ну, вино было. Тогда вино пили, конечно. Чернила. Ужас. Это вино называлось... Господи, как же оно? Да ладно. Ну, забыл. Ну, это суррогат. Гадость. Ну, крепко. Портвейн, наверное. Нет. Называлось... Ну, какой-то плодово-выгодное. Это точно. Плодово-ягодное, да. Плодово-ягодное, да. И вот я пришел на экзамен, взял билет и все забыл. И я решил так. Вот я вообще ничего не скажу. Вообще ничего. А вы мне поставите тройку. Потому что в советское время не давали... Ну, ты же дошел до десятого класса. Не было случая, чтобы кому-то поставили двойку на вопросном. И я уперся. А поскольку я был одним из первых, кто билет взял и хотел получить пятерку. то весь класс наблюдал за этой картиной. Я стою и ничего не говорю. Не знаю, сколько это продолжалось. Но в конце концов мне решили ничего не поставить. я взял тогда, ну, чтобы маму не расстраивать, не хотел ее расстроенной видеть. Расстроил, конечно. Я уехал на дачу к одной из своих соучениц. И там себе притаился, и сижу. Ну, и мне ребята носят еду туда. Природа хорошая. С ученицей рядом было? Да. Я не ухаживал за своими одноклассниками. Он сказал, я был старше на два года. И вообще я никогда, мне никогда не нравились мои ровесники. Тянулся к взрослым. И друзьям. Друзей любил очень. И туда приехала моя классная руководитель Лариса Михайловна. Красивая, красивая. Она мастер спорта, преподавала физкультуру и была заучим занятым. А, то есть вам нравилась учительница? Да, нет. Она нравилась мне и сейчас нравится. Хорошая, но на учителей не заглядывался. Вот. И она меня упростила. Ну, Леня, ну, Ленечка, ну, пойдем. Я пошел. Я пришел. Вся экзаменационная комиссия меня ждет. Я сел за партом. Они все вышли. Лариса Михайловна дала мне билет и ответы на него. Я получил тройку. Не помню, что я говорил. Но это жуткая история. Я ненавижу школу. И все воспоминания... Советскую школу. Советскую школу. И все воспоминания о ней. Как я ненавижу и армию. Советскую армию. Советскую армию. Но, пожалуй, школу еще больше. В 4 года вы были старшим следователем Киевской областной прокуратуры. Резонансные дела какие-то были, которые бы вам запомнились? Вы видели каких-то матерых преступников? Да, видел. Видел матерых преступников. Видел насильников. И было у меня очень интересное дело. Ну, поскольку вы предложили мне такой формат разговора, который останется в памяти телевидения, да, полностью. Было очень интересное одно дело. Дел было много. Кстати, я был разочарован, поскольку последние годы, поскольку у меня были в основном хозяйственные дела, я вел громадные дела похищением в особо крупных... Социалистической собственности. Да. И было дело... где я стал сомневаться вообще в законности правосудия, поскольку... Речь шла об очень талантливых людях, которые могли налаживать какие-то процессы этих... Цеховики, да? Да, они не цеховики были. Они просто имели 5 красных дипломов. И вот, например, на заводе надо что-то наладить, да, или там где-то в другом месте. Они за такую зарплату обычную не пошли бы. Им надо предложить было чуть ли не 10 тысяч, там, десятки тысяч. Иначе они отказывались. И тогда руководство делало приписки. Они расписывались за то, что они делали намного больше объем работ, поскольку в рамках зарплат таких зарплат не было. Но я их пересажал всех. И это, конечно, я видел, что это семьянины. Большие сроки? Да, до 15 лет. У меня вообще по делам меньше 12-15 лет практически никто не получал. И я тогда, кстати, стал сомневаться в том, что я на верном пути. Я ушел, кстати, из прокуратуры по собственному желанию. Это был единственный случай в той же время. Удивительный, кстати. Потому что из прокуратуры выносили только вперед ногами и ели в тюрьму. Вот, по-другому, вариантов не было. Я поступил в аспирантуру, наплевал на все и написал заявление. Но с этим этом. Было дело. Только я пришел в прокуратуру. Это 77-й год. Мне 26 лет. Вот. А на должность старшего следователя по инструкции Генпрокуратуры СССР брали только тех, кто имеет не менее трех лет стажа работы и хорошо себя зарекомендовал. В основном со мной работали ребята, которым было по 45, по 50 и больше лет. Они были опытные. И было убийство, как предполагалось в Ракитном. Была убита, был найден труп молодой девочки, не помню, как ее звали, которую нашли в колодце глубоком, 11 метров. И было предположение, что ее изнасиловали и туда бросили. Ну, начнем с того, что был труп, был колодец, вы выезжали, и было дело. Послушайте, что дальше происходило. Мама этой девочки на этой почве просто вдвинулась умом. И она везде настаивала, что это убийство. А никто не мог найти на самом деле ни причин для убийства, ни самих убийств. Ну, Широкитное, маленький город, 7 тысяч населения, там все друг у друга перед глазами. И вот мама ходила в ЦК. Как дело прекратят? Она настаивала, чтобы были самые суперследователи. И оно велось следователями по важнейшим делам прокуратуры республики. Несколько следователей она просто загубила, потому что она ходила в ЦК, потом к генеральному прокурору, тот боялся ее не принимать, поскольку она тут же бежит в ЦК, она была партийная, тогда любой, любой, может, заотечный партий. В один из таких заходов к генеральному прокурору он написал резолюцию. Был тогда, по-моему, то ли глух, то ли самая. Да, глух. Написал резолюцию поручить это дело опытному старшему следователю областной прокуратуры. А прокурор области был такой танкист двухметровый мужик, хороший человек, богачок Виктор Степанович. Ну, и он посмотрел любой, кто возьмет дело, спалится, потому что она добьет любого следа. А его не жалко? Да. Не, не жалко, не в этом дело. Он думает, это можно сослаться на то, что два дня желтороты. И вот поручает мне это дело вести. Я еду в Ракитное, два месяца там живу, обошел все пути. Вот я по минутам взял, я вообще глубоко копаю по жизни, да, я по минутам взял каждый ее шаг. Она была в этот вечер на свадьбе, в полдвенадцатого ее видели в последний момент. С этого момента она пропала. То есть, видели, что она шла домой. По дороге к дому она каким-то образом оказалась во дворе одного из жителей этого города, а дальше колодец и смерть. И на меня работала тогда, как следователь прокуратуры, целое управление уголовного розыска, которое возглавляло... Ракетнянского, да? Нет. Фууу. Область. Область. А это махина. Чтобы вы знали, в советское время, если ты попадаешь в поле зрения КГБ или спецслужб уголовного розыска, то считай, что ты похоронен. Потому что дальше на тебя заводится оперативно-розыскное дело, и пока тебя не посадят, не успокоятся. А причиной для посадки может быть все что угодно. Ты в чем-то подозреваешься. И я видел, как ломались по ходу этого дела судьбы многих людей. То есть я мог... Ну, тогда власть у меня была сейчас по закону это нельзя. Я мог арестовать любого. У меня всегда была куча протоколов о задержании. Вот любого. Кого покажете пальцем и кого я считаю нужным под свою версию. И по молодости... До разбирательства. И по молодости, о чем я сожалею, я это делал. И вот я за эти два месяца составил все подробно. Поперезажал кучу людей. Оказывается, эта девочка, она была влюбчивая, встречалась с несколькими ребятами, училась в ПТУ в Умане, и они распустили слухи, что она болела венерической болезнью. А она очень близко это принимала к сердцу. Но суть... Да, и не хочу дальше. У меня один из обвиняемых признался в тюрьме, что он ее убил таки, потому что ему подсадили там розыск этих рецидивистов, которые его там, не знаю, что они там с ним делали. Мне ночью позвонили, я приезжаю в тюрьму допрашивать его. Четыре часа допрашиваю, а у меня так не получилось бы. Я так в жизни дело не отправлял. Я должен был докопаться до самой глубины. Я начинаю его спрашивать по минутам, а у него не вяжется, где он с ней был, кто их видел. Не было этого. Он часа в два ночи расплакался, сказал, что я не убивал. И я отказался дальше его держать в тюрьме. Правда, мне пришлось пригласить зампрокурора области. Зануден тогда со мной работал, очень умный человек. А для милиции они уже отрапортовали, что убийца. Он приехал, убедился, что это так. Но дело не в этом. Что интересно в этой истории? На теле этой девушки были обнаружены многие ссадины и сперма вроде бы на первом этапе во влагалище. То есть и порванные, завернутые трусики. И версия ее мамы была, ну и многих, что ее изнасиловали и бросили в колодец. И вот ну у меня это не вяжется. Ну уже как я копал, да, я могу вам положа руку на сердце сказать, что она сама ну оказалась в таком положении. Никто ее не убивал. Но поскольку все время эта женщина терроризировала мать ее понятное дело, и она просто на этом фликнулась. Здоровая такая, красивая украинская баба. Вот. То мне тогда дают в помощь генеральный прокурор, помощника генерального прокурора Союза СССР по фамилии Корякин, по-моему, не помню. И вот куда мы, а мы с ним потом объездили по, ища свидетелей, там, по всей Украине ездили. И вот куда бы мы ни приезжали, он везде рассказывал одну и ту же историю. А он такой был седой человек. Царство небесное, но авантюрист законченный. И вот он, он придерживался этой версии и рассказывал одну и ту же всегда историю, которая была описана, кстати, в журнале «Следственная практика». Она действительно имела место. Он был помощником генерального прокурора Союза, который выступал на нерубернатском процессе. Руденко. Руденко. И его оттуда выгнали, потому что это чистая правда. Так вот, он в этой журнале «Следственная практика» описывал такой случай, что сразу после войны он вел уголовное дело как следователь Вожняк по убийству, по убийству, по смерти, по факту смерти Марички и Петра в Западной Украине. Суть дела была простая. Была шахта 500 метров заброшенная и два трупа разорванные. Поскольку они когда летели вниз, то об свае тело никогда не летит прямо. Оно всегда бьется о стенки, если они есть. И вот оно было прекращено, поскольку решили, что это самоубийство, поскольку история была очень романтичная. Маличка была очень красивая, Петр тоже был хорош, но он был из куркульской семьи. Она была бедная девушка. И вот однажды они встретились под луной и решили вроде покончить жизнь самоубийством. На самом деле, когда он провел экспертизу и бросили туда манекен, то выяснилось, что не могли эти сваи нанести такие повреждения на теле этой жертвы, этих жертв. А что это результат колото-резаной раны? То есть попросту их зарубили топором. Он допросил этих родителей, не знаю, как они зажимали им пальцы или еще что-то делали, но те признались, это правда. Родители признались. Родители. Суть была такая. Петр хотел жениться на моричке, куркули ни в коем случае не хотели. Они встретились однажды летом в красивом месте, как обычно целовались и обнимались. Приехали куркули, порубили их в куски и бросили их в этот колодец. И вот когда я жду историю от него, она неплохая, интересная, но на самом деле для профессионала в розыске это не история. И вот какое продолжение этим рассказом. Приезжаем мы как-то в кабинет, был тогда, не знаю, жив он или нет, начальник уголовного розыска области Спорышка. Красивый мужик, полковник милиции. И вот Виктор Петрович рассказывает ему очередной раз мы сидим в кабинете, он, чтобы привлечь внимание к этой истории, рассказывает ему эту историю. Он говорит, знаете что, Виктор Петрович, я вам расскажу может не такую интересную историю, но она тоже имела место в моей жизни. И говорит, когда я был, был я, когда-то операм. И был у меня на связи один бандюган, который из тюрьмы выходил, я его все время спасал, который, ну, как это, предатель, стукач. информацию давал. Он говорит, был у меня, да был, потом он стал, он был, кстати, самым молодым начальником райотдела в то время в советское, ну, то есть 70-е годы в Киеве, ну, Ленинский райотдел основал. Северский райотдел? Да, Валерий его звали, вот не помню отчество, красивый человек. И вот говорит, я уже начальник райотдела, прошло лет 10, как я с этим Васей распрощался с стукачем. Уже никто у меня на связи не стоит, но передал его кому-то. Говорит, как-то ночью меня будет дежурный по милиции, говорит, слушайте, тут какого-то мы задержали мужика, он рассказывает про убийство. А, а суть в чем? Подождите, я же самое главное не рассказал. Так вот, когда он был еще этим, у него на связи, случилось убийство в Нанивках, какой это район, я уже забыл. Да. Родянский был. Точно. А суть дела была какая? Ночь, труп на диване, одинокий мужик, топор на столе, мозги на стене, все ограблено. И признание... Классика жанра. Да. И, да, и Вася в это время ему звонит, он на дежурстве, звонит Вася и говорит, слушай, Валера, забери меня от гастронома, потому что я тут человека убил, а допиваю, бутылку, магазин закроется, уйду. Езжайте быстро, посмотрите, убили, не убили, и меня заодно. Говорит, расстреляли, должны были расстрелять. Убийство. И вот, говорит, я уже начальник райотдела, звонят мне ночью, задержали мы какого-то мужика, 10 лет прошло, который рассказывает об убийстве, о котором Вася рассказал. Он говорит, да не может быть, ну приезжайте, надо, чтобы вы это все услышали, потому что он четко называет, как он это сделал. Я, приезжаю в райотдел, приводят, говорит, главного инженера ЖЭКа. И тут рассказывает историю бухой. Говорит, не могу уже себе носить, 10 лет назад я убил человека. Называет адрес, по которому Вася приговорен. А это как было? Жили плохо, я инженер, у меня трое детей, есть нечего. Ну как-то иду по улице, смотри, на первом этаже форточка открыта, ночь. Думаю, залезу, света нет, да что-нибудь домой принесу. Залез, пока шарил по карманам, какой-то мужик, ну мужик, поднялся с дивана, топором на столе лежал, я его топором по голове и убил. А где вещи? А вещи у меня дома. И точно находят рубашки, из которых найлоновых делали этим его детям пеленки. Они до сих пор, они как бы части их сохранились. Все точно. И кровь нашли. Ну, Валерий, не помню отчество, давай я искать, держи Васю. Васю должны были расстрелять, на все 100%. отдали ему 15 или сколько там максимум лет. И где-то он там на Сахалине отдыхает. Отдувает. Ну, говорит, привозим Васю в Киев. Я ему говорю, слушай, Вася, столько лет знали, ты убил или не ты? Говорит, не я. А зачем сказал? Говорит, надоело мне столько, чем быть на вас, негодяев, работать. Я решил покончить жизнь самоубийством. Кому она нужна? То тюрьма, то пьяница. И говорит, мысль у меня это не покидала. Но как-то не мог я себе это позволить. Тут однажды вечером иду, смотрю, форточка открытая. Ну, ворюга, да и думаю, залезу и разживусь. Залез, свет включил. А там уже труп. А там труп еще теплый, топор на столе и мозги на стене. Я говорю, возьму на себя, расстреляю, это нет проблем. Потрясающе. И вот как рассказал он эту историю, Виктор Петрович заглох и больше он меня этой историей своей про моречку Петра не терроризировал. И чем закончилась в ракитном история? В ракитном она никак не закончилась. Я не знаю, дальше судьбу этого дела. Я его прекратил. Поскольку мы провели эксперимент и вторая экспертиза не показала наличие спермного влагалища. Это была ошибка. Вот. Ну, так провели. И эксперимент с... Это дорогостоящий эксперимент был с... Там, кстати, интересная история с этим экспериментом. Как-то ко мне эта женщина забегает, я не знаю, что ей сказать. Компьютер небольшой. А она такая зашла, невозможно... И она меня терзает. Где этот... Вот она называет этот убил. Вы его не садите. Вы от него взятку взяли. Караул. Ну, я молодой, не знаю, что ей сказать. Вы понимаете, нет у нас денег на эксперимент. Нам манекен надо купить. Она выбегает от меня, бежит к этому прокурору области. А он спокойный человек, танкист, воевал. Забегает от него в кабинет кулаком по столу. Вы чего Черновецкому денег на манекен не даете? Он меня тогда, конечно, чуть не проклял. Шановные друзья, сегодня у нас в гостях был известный украинский политик и бизнесмен Леонид Черновецкий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова